Указатели на Харьков встречаются все чаще. Дорога к бывшему пограничному пункту пропуска Нехатеевка. Здесь война. Сейчас здесь, в Белгородской области, повторяется то, что у нас было в 415 году. Как нас там били, бомбили. На карте боевых действий Белгородская область в пору наносить, как еще одну линию фронта. На приграничную территорию сотни километров оборонительных сооружений. Нас воспитали так, что дом, очаг это святое. А если кто-то будет посягать на свой дом, то будем отбиваться чем попало. Лопатами, зубами, автоматами, что дадут. По моему приказу понимаем, что враг рядом. Врага надо все равно оценивать своего. И надо понимать ход действия его момента. Но это не мешает украинским формированием убивать мирных жителей. Каждый день жертвы. Украинские формирования бьют по городу не ракетами, а обычной ствольной артиллерией. И достают буквально до центра. Последний обстрел был накануне. Диверсионная группа украинских националистов заходит на нашу территорию, получают отпор. Но прорывы продолжаются. Это ВСУшницы, которые работают на ВСУ. Девицы внедряются к нашим воинам. И наши органы их разыскивают. И так уже несколько месяцев тревожная атмосфера грядущего потенциального контурнастопа со стороны Украины по всему фронту в тысячу километров. Гнетущая атмосфера ожидания. Мы прячемся, как свистит. Бегом подвал. А свистит каждый день. Мы нигде не нужны, кроме как своего дома. Я считаю так. За окном сельская идиллия сельхозтехника распахивает тысячи гектаров драгоценного чернозема. Поселки, как с картинки. Аккуратные, будто вчера покрашенные дома. Идеальные дороги. В лучах солнца один за другим мелькают дорожные указатели. Но вот повороты. Остается единственное главное направление. На Харьков. Здесь все меньше гражданских автомобилей и все больше военной техники. Последний блокпост. А за ним солдатский привал. Требуется фактически все, кроме женских вещей. Вот все, что здесь лежит, тут мелочей нет. Все нужно. За сколько это разберут? Вы знаете, мне порой кажется, что мы сюда привозят за вагонами и отгружаются вагонами. Ну, за какое время примерно? Как вы думаете, опустел бы там склад? Ну, через три дня уже ничего не будет здесь. Если не будет нового подвоза. Им в первую очередь спасибо. Они такие же бойцы, наверное, как и мы все. Потому что они находятся с нами на передовой, непосредственно на границе. Здесь под запретом слово прощает. Только до встречи и до свидания. Последний волонтерский центр, где наши бойцы могут вгрузиться в относительно мирную жизнь. Граница с Украиной в десяти километрах. Здесь встречают, как старых знакомых. А провожают словами «Ждем снова». Хотя все понимают, новой встречи может уже и не быть. Эти иконы, освященные, называются «Умягчение злых сердец». От всех бед. Я был в храме и специально вот для вас, для всех бойцов, для раненых, для живых и здоровых. Их освятил батюшку. Бори тебе. Пусть вас Бог хранит. Спасибо, Боря. Давай. Береги себя. Многие и имени ее не знают. Только позывной «Русалка». Сама из Сахалина незадолго до СВО переехала в Белгородскую область. Многодетная мать мечтала открыть свое предприятие по выращиванию клубники. Но февраль прошлого года кардинально изменил ее жизнь. Начинали с неравнодушных граждан Белгородской области, которые привозили на блокпост медикаменты, одежду, продукты. Оставляли. Стихийно все началось. Мы уже сортировали и в проходящие колонны на Харьков закидывали в БТР, в КАМАЗы. Сейчас «Русалка» заведует всем солдатским привалом. Здесь и помоют, оденут, накормят и даже вылечат. Вот здесь у нас готовится еда. Три часа дня. Уже обед закончен, потому что все съели уже. Что было на обед? Картошка с курицей и плов. Сейчас мы идем в баню. Баню мы построили прошлой осенью. Отозвались у нас два предпринимателя. Теперь у нас бойцы каждый день могут прийти сюда и попариться, помыться. Слух о ее волонтерском центре облетел всю Россию. Сюда привозят все необходимое со всех уголков страны. Сегодня пришел караван из Обнинска. Рация на фронте – это жизнь. Поэтому стараемся, чтобы всегда у нас было в наличии. Что самое необходимое сейчас? Просто для победы. Для победы? Если не на камеру, то стальные яйца. Поток наших бойцов здесь не истекает ни на минуту. В руках русалки, штык, нож натовского образца. Трофей, говорит, подарок от полякова. Появил, что на стороне ВСУ. Ему теперь нож не нужен. Вскрывает очередную коробку с гуманитарной помощью. А рядом объявления в стиле «Разыскиваются». Это ВСУшницы, которые работают на ВСУ. Девицы внедряются к нашим воинам. И наши органы их разыскивают. А теперь внимательно посмотрите копии паспорта. Одна из наводчиц проживала в поселке Снегиревка Николаевской области. До оседи прошлого года Снегиревка находилась под контролем наших войск. Вероятно, женщина попала в Россию с потоком тысяч беженцев. Их никто не проверял. Сравните. Это май прошлого года. Вереница из сотен машин. На подъезде к поселку Безыменная. Они жители освобожденного Мариуполя. И каждого проверяли довозможные связи с ВСУ или националистическими подразделениями. Беженцы новой волны уходили с нашими войсками и растворялись. Их никто не проверял. Их в любом случае Бог накажет. А наше дело это встречу организовать. Если так говорить, так не знаю. По-другому же не вариант был. Дипломатия не доходила до них. Все посетители солдатского привала об этом знают. И с подозрением относятся к любой видеосъемке. Многие просят не показывать лица. Здесь, на границе Белгородщины, воюет вся Россия. Вот это вот копии Знамени Победы привозят волонтеры из Обнинска. И просят подписывать всех ребят, которые приезжают сюда, вот на солдатский привал. И по этим вот флагам видно вся география тех, кто сейчас защищает Белгородщину здесь. Посмотрите, Воронеж, Псков, Бурятия, Омск, Кяхта, Камчатка, Дон, Осетия, Беслан. По сути, здесь, на рубежах Белгородщины, стоит сейчас вся Россия. А мы в сопровождении волонтера Арсена едем вдоль границы с Украиной. Только в Шебекинском районе на протяжении 30 километров мы в прямой видимости ВСУ. Все приграничные поселки подвергаются ежедневным обстрелам. Знаете, когда прилетает в 500 метрах от моего дома, я считаю, тут вера или национальность вообще не имеет значения. Ну, я сам как бы бывший военный, но даже не в этом дело. Ну, просто война есть война. Дом свой надо защищать. Нас воспитали так, что дом, очаг, это святое. А если кто-то будет посягать на свой дом, то будем отбиваться, чем попало. Лопатами, зубами, не знаю, автоматами, что дадут. Поэтому как бы решили помочь, помогаем уже на протяжении, ну, год с лишним уже. Вдоль дорог десятки километров оборонительных сооружений. Противотанковые рвы, зубы дракона, колючая проволока – одна из наших позиций. Здесь работа не останавливается ни на день, окапываются, улучшают позиции. Тысячи километров ошелонированной обороны растянулись не только в новых регионах Российской Федерации. Сотни километров здесь, на Белгородчине. Здесь все по уставу, например, за мной находится кухня. Здесь сотни километров, и бойцы знают каждый свою позицию. Готовы встретить любой контрнасток со стороны украинских формирований. До Украины отсюда километров пять. Противник периодически тревожит своими разведывательными коптерами. Разведку не введут, да, у них тоже самое есть квадрокоптеры, свои птицы, которыми они наблюдают. Но благодаря нашим рыбам, самым их глушим, они очень сильно их теряют. И в последнее время у них осталось, ну, они мало делают запусков, потому что это же вложение деньги. Ну, пытаются как бы, ну, больше всего хулиганят. Сильно такого как бы ущерба не несут бы нам. Просто напакостить. Ну, пару мину выпустить, это... Нас уже этим не напугаешь ничем. Но мы прекрасно понимаем то, что, ну, враг рядом, можно все равно врага, врага надо все равно оценивать своего. И надо понимать ход действия его момента, что он пытается сделать. Но как бы мы пытаемся на два шага вперед это все предусмотреть. Наш собеседник не верит, что основной удар так называемого контрнаступа придется на Белгородщину. Но наши фиксируют, что с той стороны группировка только увеличивается. Речь идет о десятках тысяч. Но ждут ли украинцы приказы наступлений или наоборот опасаются нашего удара, покажет только время. Не умеют воевать. У них нету такой спецподготовки, как у нас. Как бы их не снабжали, то, что им не дают, они этим пользоваться не умеют. Поставляют им технику, которую они не умеют пользоваться. На лучи, господи, с горем пополам не передвигаться. Вот и все. На данной территории, где мы сейчас находимся, им очень тяжело будет сюда пройти. Мы же дальше. Подъезжаем к Шебекину. Арсен на открытой местности увеличивает скорость. Опыт. Сколько уже сотен километров проехал по линии фронта. Сколько раз попадал под обстрел. Люди же реально устали от этого. Бах-бах-бах-бах-бах-бах. После вчерашних прилетов в Шебекину, это очень много говорят в Шебекину, уехали людей. Но понятное дело, если вот я живу в 47 километрах от границы, ко мне на район прилетело. В 500 метрах от моего дома. Реально. То ли прилетело, то ли сбили. Никто его знает. Но факт остается фактом, что оно было. Если еще раз такое будет, я тоже семью вывезу. Сам-то я, конечно, никуда не уеду. Потому что... Просто нельзя. Конечно, незаменимых нету, но... Как говорится, это большой механизм. И каждая частица, каждый болтик, винтик имеет свое место. И я понимаю, что это так. В Шебекину, как и вся Белгородская область, поражает своей чистотой и порядком. Все те же благоустроенные улицы. Дома, словно их только вчера отремонтировали. Но главное – гнетущая тишина. И практически нет людей. Город реально пустой. Обычно вот тут ряд стояли машины. Город реально пустой. Чем ближе к центру, тем ярче следы войны. Не то, что магазины, общественные учреждения, не обложены мешками с песком. Даже остановки транспорта защищены таким образом. Сравните. Вот улицы Донецка, которой на линии огня уже 9 лет. И вот Шебекина. Город, не знавший, что такое война еще год назад. Шебекинский городской округ – это, по сути, линия фронта. До границы с Украиной отсюда каких-то пару километров. Чтобы понять, в каких условиях живут здесь люди, достаточно сказать. Украинские формирования бьют по городу не ракетами, а обычной ствольной артиллерией. И достают буквально до центра. Последний обстрел был накануне. 11 прилетов в центре города. Наши отвечают. Минометный расчет таксиста. Мы перехватили на его пути к новым позициям. Старый уазик «Буханка» с полным боекомплектом. Эти мины вскоре отправят врагу. Это просто пишем, люди просят. До этого мы отправляли. Отец просил за погибшего сына. Здесь, в Белгородской области. Просто отправьте. Обычные простые люди. Просто просто говорят, отправьте, пожалуйста, от нас тоже. Поэтому, ну, это мы пишем первые 2-3, потом не до этого. Потом просто отправляем их. И они просто полетели туда, и все. Гостинчики. У Арсена с этими ребятами давнее знакомство. Расчет прибыл из Луганска на подмогу местным подразделениям еще в начале спецоперации. Не помню, в августе или сентябрь месяц они стояли у нас. Я приехал к ним. Они были реально голые, босые. Позвонил нашим друзьям, попросил о помощи. Люди не отказали. 18 комплектов формы новой. Ну и обувь. И они уехали. Они уехали. А когда уже вернулись со стороны Шебекина, вот, они опять вышли на связь. Я приехал к ним. Они были у меня дома в гостях, эти ребята. Вот. Попросили опять же помочь формой, летними ботинками. В расчете таксистов все с огромным и страшным опытом восьми лет войны на Донбассе. Сам командир до 2014 года руководил транспортной компанией. Отсюда и позывной. Таксист краток, но рубит правду матку. Ситуацию на фронте называют сложной. А насчет украинского контурнаступа он осторожен, пацанка. Мы всегда ждем это. Вы же видите, машина постоянно заряженная, постоянно готовит. Это не для показухи мы выехали вам показать. Так оно и есть. Просто мы вчера ночью должны были выехать, сегодня ночью должны были выехать на работу. Не было той возможности подставлять расчет. И парней не хочу. Поэтому обмозговываем, как правильно все сделать. Потому что с той стороны, как контрбатарея работает очень хорошо, так и РЭП. Они нас видят на подъезде, уже видят. Поэтому приходится каждый выезд рассчитывать до мелочей. Вы были в ЛНР, которые постоянно 8 лет, по сути, были на войне. 8 лет. В условиях войны. Да. Здесь война? Все в городе. Сейчас, да. Сейчас здесь, в Белгородской области, повторяется то, что у нас было в 1415 году. Как нас там били, бомбили, обстреливали. Вот сейчас повторяется здесь то же самое. За 14-15 год лично я похоронил своих друзей 68 пацанов. 68 могил. За СВО я с многими потерял связь. Те, кто, парни, со мной воевали 14-го года, можно на одной руке посчитать. А суда осталось. Поэтому за год СВО я еще никого не хоронил. Нету возможности. Потом мы все узнаем. Потом все все узнают. То, что уже знают ребята из расчета таксиста. Сейчас еще не время подводить итоги. Старая буханка скрывается за поворотом. Еще одно направление для украинского контрнаступления – это Донецкая агломерация. Подразделения противника стоят в 10 километрах от центра города. А окраины – поселки, практически на линии фронта. Доставка гуманитарки туда – это реальная угроза жизни. А вот сейчас мы въезжаем уже окраина Донецка, Киевский район. Практически пустынно здесь абсолютно. Ни одного человека. Буквально считанное количество автомобилей. Вот эта вот самая опасная зона сейчас в Донецке. Она чаще всего обстреливается наравне с Петровским районом. По пустынным улицам несемся с превышением скорости. Впереди машина Марины. Она глава прифронтовой Спартаковской администрации. Разбитый железнодорожный переезд. И вот он, Спартак. Кажется, среди этих руин не выживет никто. Но они живут. А сколько народу осталось? Это все. Почти все. Вот вы все, больше никого. И еще, мол, будет всего-то и четыре, и все. А сейчас, когда пески взяли, полегче стало? Как бы били, загибают, ребята. Так что, все равно. И не прикажешь, не надо стрелять. В Спартаке еще до войны, по сути, 9 лет назад проживало более полутора тысяч человек. Вот сейчас это все население поселка. По сути, здесь осталось 40 человек. Живут без газа, без воды, без электричества. Посмотрите вот на эти дома. В таких условиях вынуждены выживать вот эти вот 40 человек. В округе слышны разрывы. Буквально несколько минут на раздачу продуктовых наборов. Дальше их распределит Валентина, старшая по дому, где ни одной целой квартиры. Прячемся, как свистит, бегом подвал. А, свистит каждый день. Как стреляли, так и все. В принципе, ничего. Вот, 9 мая обстреляли поселок Горький, 10-го Спартак, вчера Яковлевку. Ну, короче, как стреляли, так и стреляют. Так все и происходит. А выживаем как? Солдаты помогают. Солдаты хорошо помогают. Тоже дают то тормозки, то тушенку, то... Ну, короче, сами едят, то и с нами делятся. Администрация возит нам воду. Администрация возит хлеб. Показывает свой быт. За 9 лет войны даже в кромешной тьме она на ощупь знает каждый закуток. Сколько ночей здесь проведено. Сколько шагов вообще здесь? На ощупь. Не знаю. Все они не считала, а на ощупь все знаем. Проходите. У меня тут, конечно, бардак. Это получается для двоих человек, да? Мы втроем. Муж и мы с внучкой жили. Теперь внучка уже выросла. 9 лет войны, сами понимаете. Внучка у меня учится в Донецке в педучилище. И там вообще жить и живет. Потому что мы на Путиловке снимали квартиру. На Путиловке квартиру тоже разбили. Просто пришлось возвращаться назад. В паре километров поселок Донецк-Северный. Еще год назад здесь кипела жизнь. Ходил транспорт, работали магазины. Сегодня здесь жизни практически нет. Только они. 17 человек, живущих от одного приезда волонтеров с гуманитаркой до другого. Я хочу яблоко, хочу. И банан хочу. И бабаинских шоколад. Так дело в том, что авто... У нас автобусы не едут. У нас нечем... Ребята, нечем у нас уехать отсюда. Фрукты нам... Фрукты нам... Почти каждый день я объезжаю. Раз в неделю стабильно хлеб развожу. И там каждый день по мере необходимости езжу на село. Большое количество или вмещается в машину? Нет, мне вот очень нужен УАЗик, вот честно вам говорю. Потому что это крайне необходимо в плане чего? У меня только вы видели, какая машина легковая. А бывает, например, в таких ситуациях мне то USB на село доставляют, то баннеры. Бывает гуманитарная помощь, ну, большим объемом, а мне не на чем ее вести. Мне приходится тогда этой машиной делать несколько ходок. Но вы же сами понимаете, ситуация не всегда это позволяет. Поэтому я бы, конечно, была бы благодарна, если бы помощь оказали УАЗикам. Дорога на Яковлевку все та же многокилометровая линия обороны. Зубы дракона, рвы, проволока. В самом поселке разрывы постоянно. Ну, вот еще буквально год назад по этой дороге мы ездили. Это было абсолютно спокойное место, абсолютно спокойный поселок. Сейчас здесь осталось 190 человек, поселок Яковлевка. А вот это вот единственный магазин. Его разбили буквально 8 мая. По сути, сейчас людям нечего есть. По сути, сюда не привозят продукты. И люди вымуждены добираться на свой страх риск в Донецк под обстрелами. Ребята там остались, да? Да, ребята там двое осталось. Ребята где остались? В зале. И они погибли? Да. А продавец здесь где-то, да, получается? Да. Он выскочил, спел выскочил. То есть это же прямое попадание было, получается? Ну да, прямое. Марина просит наших ленинградских волонтеров помочь с ремонтом. Обещают сделать все возможное. Людям надо помогать. Потому что то, что здесь люди живут, это герои самые настоящие. То, что они уже здесь живут, это уже герои. Я уже молчу про все остальное. Что они все тяготы и лишения все испытывают. Ребята, которые со всей России приезжают и помогают. Ну вот, есть надежда на то, что все восстановится. У людей, самое главное, не потеряется надежда. Потому что когда надежда теряется, наступает отчаяние. А хуже отчаяния уже ничего нет. То и дело наши разговоры прерывают разрывы. Украинцы могут бить по поселку прямой наводкой. Прощаемся с Мариной, возвращаемся в Донецк. Впереди над поселком Северный Донецк поднимается дым. Четверть часа назад мы были там. Там остались те самые 17 мирных жителей. Ну вот, видно впереди, это Донецк Северный микрорайон, который сейчас, по сути, тоже обезлюдил. И видно, вот дым поднимается, скорее всего, прилет. Так, в условиях постоянной угрозы под обстрелами выживают десятки тысяч людей. На Донбассе, на Белгородщине, в других приграничных районах. И гибнут каждый день на передовой, где все в ожидании украинского наступления. Но с той верой, которую не уничтожить никаким оружием. Почему не покинете? Что вас держит? Да, вот эти постоянно грохот. Земля родная, наверное, делает. Да, когда в самом начале 14-го года были вынуждены выехать в Крым, потому что разбитый дом был у нас. И поэтому выехали. А потом вернулись через полтора месяца назад. Потому что домой. Мы нигде не нужны, кроме как своего дома. Я считаю так, это мое мнение. Я не знаю, и с людьми я тоже так разговариваю. То же самое я слышу. Редактор субтитров А.Семкин